Кто отравляет заповедную Истру? Было сначала всё чисто, красиво, а теперь превращается в такую свалку. По ночам сюда косяками едут щиты-грузовики с бытовым и строительным мусором. В Истринском районе, рядом с водохранилищем, стремительно растут стихийные свалки. По ночам сюда стали приезжать грузовики с бытовым и строительным мусором. Испорчен живописный пейзаж, отравленные земли, сельхозназначение и воздух. Кому выгодно такое варварство и как его остановить, выяснял Дмитрий Блиников. Едва подул ветер, Николай спешит закрыть окна, но неприятный запах всё равно проникает в дом. Запахи уже чувствуются. Соответственно, приходится закрывать окна, но уже духота. Вот такой вот соседство у нас с свалкой. Живописное место рядом с Истринским водохранилищем, посёлок Ермолинское, превращается в гигантскую свалку. Уже два месяца на его окраине свозят тонны отходов. Мы переехали из города сюда жить на постоянное. Было сначала всё чисто, красиво, а теперь превращается в такую свалку. Привозят мусор по ночам, и даже предупреждающая табличка не останавливает поток самосвалов. Я обратила внимание на какое-то движение, активность в этом районе. Заметила из окна, что подъезжают машины характерно оранжевого цвета, вот такие мусоровозы. Отходы сваливают прямо на поселковые дорожки, лесные поляны, куда местные жители приходят гулять. И всё ближе мусорные кучи подбираются к жилым домам. Отходы бытовые, пища, то есть крысы. Откуда вы думаете этот мусор? Этот мусор с контейнеров, который возле дома стоит, возле магазина. За лесом ближе к Москве растёт ещё одна стихийная свалка, но уже строительного мусора. Бескрайнее поле, заваленное битым кирпичом, деревянными досками и мешками из-под цемента. Земли, на которых мы сейчас находимся, это земли сельхозназначения. Сюда целенаправленно свозят. Здесь земель ориентировочно около 200 гектар. В Ермолинской администрации уверены, что частные компании свозят сюда отходы из истринских посёлков и со строительных площадок на Новорижском и Волоколамском шоссе. На легальные полигоны мусор приходится везти за десятки километров в Дмитров и Орехово-Зуево. А здесь свалку устроили прямо в центре Истринского района, на пересечении основных путей. Много частных предприятий, которые занимаются вывозом и утилизацией мусора. Но мы прекрасно понимаем, что не все добросовестно и качественно исполняют свои обязательства. Очень выгодно вывезти в лес, в поле, на земли сельхозназначения, соответственно, мусор, его выкинуть. Тем самым они зарабатывают на этом. Поймать водителей самосвалов за выгрузкой отходов поселковая администрация сама не может. Местные жители надеются, что вмешается полиция. Дмитрий Блиников, Егор Выжлецов, Алексей Кошлаков, Ксения Узунова. Вести Москва.